Воспитанники детских садов сегодня официально стали участниками мероприятия, посвященных сдаче нормативов комплекса ГТО. Более 40 мальчишек и девчонок в возрасте 6-7 лет прыгали в длину, отжимались и метали мяч. Насколько успешно справились дошколята с предложенными упражнениями, узнаем из следующего материала. Пока одни только разминаются, другие уже приступили к сдаче нормативов спортивного комплекса. К примеру, для мальчишек, чтобы получить золотой знак, необходимо сделать наклон ниже гимнастической скамьи на 7 сантиметров. За одну минуту 35 подниманий туловища из положения лёжа. Прыжки в длину, отжимания, метание мяча и ещё ряд других испытаний, чтобы продемонстрировать свою физическую подготовку. Надо заниматься, 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 а потом уже идти и всё это делать. Чтобы мы были сильные и мы знали, что физкультура – это наш лучший друг. Сегодня впервые в Ламутангах сдают нормативы ГТО столь юные любители спорта. Но, по словам их наставников, дошколята готовы к таким нагрузкам. Сегодня я убедилась, что это реально. Я очень рада, что мы возвращаемся к старой системе. Она всегда работала, дети растут здоровыми, крепкими, и это радует. Но сегодня мы попробовали, где-то что-то немножко не удавалось, были немножечко разочарования. Но в основном я довольна, дети справились. Сдача нормативов будет проводиться в два этапа. Завтра мальчишкам и девчонкам предстоит продемонстрировать ловкость и быстроту, сдав челночный бег и смешанное передвижение. Конечно, они будут получать знаки отличия. Также до 1 мая все их результаты зальются в АИС. И в мае и в июне мы их наградим знаками отличия.